Слава нашему Господу! Я всегда прихожу в собрание, хочется видеть полный зал. Но я думаю, видя малый зал, я думаю, еще больше дерзновения как-то у меня появляется. Думаю, надо проповедовать, чтобы зал наполнился. И значит, еще я нужен, и дело Божие растет, и еще есть много над чем трудиться. Уже было очень много сегодня сказано, много прекрасного объясняно было. Но вы знаете, как-то мне Бог положил на сердце немножко поговорить об одной очень важной теме. Я хотел бы назвать свою проповедь «Сила Божья». Сегодня уже говорилось «Сила Воскресения». И просто немножко напомнить о той силе, которую мы имеем в нашем Господе, и как ею пользоваться, и как достигнуть силы. Вы знаете, такая есть статистика, что те люди, которые каются, приходят в церкви, 80% христиан очень слабые. Очень слабые. И мы видим, вы знаете, сегодня, особенно в совершенном христианстве, я там жил в больших городах, я видел в церквях много разводов, много всяких, как было уже сказано, недостатков. Кто курит, кто пьет, кто падает, кто как бы не так живет, как надо. И вы знаете, так, церковь большая, много людей, но очень многое количество людей очень-очень слабы духовно. В чем же причина такого расслабления? Писание нам напоминает, что это будет, что в последнее время будут люди более, как там написано, вид благочестивый, но силы суть отрекшейся. Что люди будут более там самолюбивы, более денег будут любить, чем Господа. Это такие причины, знаете, это чисто человеческая черта, любить деньги, любить себя. И даже есть такая, как бы сказать, учение, когда там придумали третью заповедь. Есть две заповеди похожие, написано, «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всей разумением своим, и ближнего, как самого себя». А кто-то уже туда всунул и себя самого. Возлюби. Как бы третья заповедь. Любить себя, ближнего и Бога. Вот уже три, как бы, не две, а три. И такое есть понимание. Вы знаете, уже как бы, я чувствую, что в последнее время, если уже такие учения начинаются, то это точно уже последние места. Я хотел бы зачитать одно очень важное место для нас. Кефесянам, третья глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Прекрасные слова апостол Павел пишет в Церкви Божией к Ефесянам. И он хочет, чтобы они сильно возросли. И вы знаете, мое желание, чтобы мы, дорогие друзья, сильно возросли и были сильными. Может быть, количество даже не так важно, как качество. Я смотрю, Иисус Христос пришел на эту землю, и Он все свое внимание сконцентрировал на 12 человеках. 12 человек, которые их учил, объяснял. Он с ними был, Он особо к ним относился, Он их выделил, Он на них положил все свое время. Все, что Он делал, я смотрел, это все Он делал для них. Он показывал пример своей жизни, чтобы они стали такими. И вы знаете, апостол Павел очень интересно пишет, когда мне очень нравится Фессалоникийская церковь, он пишет в Философитической церкви такие слова. В первой главе, в шестом стишке. «Вы сделали с подражателями нам и Господу». И вы знаете, вот они подражать научились. Апостол Павел в одном месте говорит, «Подражайте мне, как я Христу». И я сам в своей жизни, вот смотрю, сейчас выхожу на интернет, знаю некоторых людей лично. И мне нравятся люди, которые достигли чего-то в Господе, которые сильны, которые мужественны, и они делают очень много для Господа. И я хочу им лично подражать. И я вот так думаю, что же они так делают по-другому, чем кто-то другой так не делает. И основная черта, я вижу, это посвящение Богу. Это то, как мы живем. Вы знаете, с момента грехопадения, я хотел бы напомнить именно вот тут начало, что произошло. Когда Адам и Ева согрешили, написано, что они увидели, что они нагие, прикрылись там смоковными листьями. Я знаю смоковницы, там небольшие листочки такие, они сделали себе одежду. И когда Бог их начал звать, они начали от Него скрываться. И когда Бог его все-таки нашел, Он говорит, мы увидели, что мы нагие, и мы испугались. То есть, первое, что с ними произошло, им пришел страх, и они увидели, что они немощные, что они слабые, что они нагие. И даже ту одежду, которую они сделали, они поняли, что они все равно остались нагими. Бог, помните, пожалел их и сделал им кожаные одежды, чтобы прикрыть их ноготу. И человек такой и остается. Вы знаете, мы даже рождаемся как бы свыше, приходим в церковь, молимся Богу, каемся, но опять же мы чувствуем свою слабость, свою ноготу. И заместо того, чтобы принять Божью одежду, Божью силу, мы служим больше себе. Вот смотришь в церкви, люди больше служат, допустим, служения деньгами. Мы можем служить Богу деньгами. Но смотришь, очень мало людей дают Богу десятину и больше, сколько надо давать. Многие спорят, говорят, нет, это нет, нет, это не дам я, это мое. Они считают, что это неважно, они психически себя оправдывают. Но это называется служением Богу. Служением Богу в своих дней. Надо служить Богу. Мы в церковь приходим, чтобы служить. И когда мы служим, мы возрастаем, Богу угодно, и сила Божья сходит на нас. Но если человек просто прихожанин, просто приходит в церковь послушать песню, может послушать Слово Божие приятно, побывать в благодати Божией, порадоваться вместе с братьями и сестрами, он уходит домой, он остается такой же слабый. Почему? Потому что он не посвятил свою жизнь Богу, не посвятил свои финансы Богу, не посвятил самого себя. Он служит для себя. Вы знаете, даже в церкви есть люди, которые чего-то достигают. Они просят у Бога, говорят, Господи, Ты мне дал талант, я хороший проповедник, помажь меня Духом Святым, я хочу хорошо проповедовать, он хорошо проповедует, и он сам себе приписывает славу себе. И он говорит, о, какой я хороший, сам себя хвалит. Внутри, в серовеке, написано, никто не видит в сердце человека, только Бог. И Бог видит этого человека, никто даже другого не видит. Может, люди его хвалить, люди могут сказать, какой молодец, как у него хорошо что-то получается, но там внутри закопанный такой грешок, он это делает для себя. Он не для Господа это делает, он просто, у него есть дар, он им служит, он чего-то достиг, он, может, стал большой там пастор, служитель, у него много людей, но внутри у него есть грех, который только знает Бог. И это страшный грех. И в нем нет силы, в этом человеке. Я посмотрел, мне было страшно слышать, как в Калифорнии, в многих местах, когда коснулась упада экономика, как много наших братьев и сестры потеряли дома, потеряли свои деньги, потеряли все, они по 20 лет экономили эти деньги, старались что-то сделать этими деньгами, старались влагать в эти дома, построили себе красивые дома, служителя, епископа, и потом все потеряли. И было видно, что они были слабые, они были, как бы сказать, ничего не могли сделать. Только некоторые ничего не потеряли, и так же остались, Бог их сохранил. Мне понравится очень одно место. Сильно очень нравится, когда Давид стал царем. Мы помним, что при тем, как он стал царем, у него много было проблем. Он долго текал от Саула, он долго преследовали его со всех сторон, ему было тяжело. Но вот, представьте, у него такое время, его царство укрепилось. У него стало очень много отважных друзей, воинов, которые закрепили его власть. Его люди стали подчиняться ему. У него все, как правильно идет царство, все устроено. Он поработил многие народы, ему платят дань. У него все, как бы, хорошо. Но тут вдруг происходит очень страшная вещь, как бы казалось, когда все на своем месте, все, как бы, устроено, все правильно. Вдруг резко на него восстает его родной сын, и он от него текает. И он пишет такие слова. Давайте прочитаем и вспомним, что он говорит. Он говорит такие слова, Псалом 61. «Только в Боге упокоится душа моя, а от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Да коли вы будете налегать на человека, вы будете незринуты». Если вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся, они задумали свернуть его с высоты, прибрегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своим клянут. Только в Боге успокоится душа моя, ибо на Него надежда моя, только Он, твердыня моя, и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него, во всякое время изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета, сыны мужей ложь. Если наложишь на них весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Видите, тут такие очень важные слова, которые я как бы для себя заметил. Он говорит, что сыны человеческие, только суета. У него было очень много людей, которые были отважны, и которые были рядом с ними. Но в этот момент, когда на него восстал этот сын, он еще раз видит, что это все от Бога. На него там говорят проклятия, он может даже вступиться за себя, он останавливает, говорит, не вступайтесь, это Бог позволил, угодно. Он смиряет себя, на него восстает полцарства, на него там совещаются, пытаются его уничтожить, но он знает, что никакая его теперь сила, которую он имеет, эти войны, вот это все, что он сделал, она его не защитит. Если Бог не вступится за него, ему это ничто не поможет, ни его богатство, ни его слава, ни его сила. Он понял, его только одна надежда на Бога. И он тут говорит, что сыны мужей ложь. Вы знаете, и это так и есть. Уже было сегодня сказано, например, даже хорошие люди, как Петр. Он клялся, говорит, я никогда, никогда, если все оставят тебя, я нет. Но обстоятельства поменялись, и на следующий день он отрекся от Христа. Вы знаете, иногда человеку может тебе обещать, человек, может доказывать свою верность, но потом поменяется обстоятельство, поменяется обстановка, и он скажет, извини, не могу. И так бывает часто. Но в мире видим, вы знаете, мы люди, мы ходим среди людей, этот мир, люди полагаются друг на друга, люди полагаются, видят богатого человека, стараются с ним сдружиться, стараются, чтобы с ним завести какие-то дела, и думая, что он тебе когда-то поможет, где-то тебе, ну, подставит плечо. И мы такие люди. К сожалению, написано, чтобы среди вас так не было. Иисус Христос говорил, кто хочет быть больше, да будет всем слугою. Но часто видно даже в церквях, как, знаете, кто-то занимает первые места, потому что они кого-то больше. Написано, Христос этому всего учил. Написано, в последнее время истину принимать не будет. В этом и есть истина. Истина есть в том, как Христос учил, учение Его, как нужно относиться друг к другу. И вот тут написано, опять же, допустим, к ефесянам, как они относились друг к другу. Почему они были такие молодцы? Это были фессалоникийцы, да. Смотрите, что дальше написано про них. Во второй фессалоникийцам он пишет такие слова. Первая глава, третий стишок. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша, умножается любовь каждого друг к другу между вами, так что мы хвалимся вами в церквях Божиим, терпением вашим, верою вашей, всех гонениях и скорбях, переносим их вами. Смотрите, он так, так как они себя вели, фессалоникийцы, что апостол Павел ходил по церквям и хвалился ими. Представьте, если вдруг наша церковь, это было бы прекрасно. Кто-то бы приехал в другую церковь и начал хвалиться и сказать, вы знаете, я был в той церкве, они любят друг друга, у них растет вера, у них умножается все, любовь к другу к другу, отношения правильные, они там скорбят, у них много проблем, но они преодолевают силой возлюбившего Господа. И он расскажет чудеса, как мы были в каких-то гонениях. Апостол Павел говорит, подражайте мне. Чем подражать было апостол Павел? Может, он носил особые одежды, может, особую бороду имел? Нет. Он говорил, чем подражать? Он говорит, я в скорбях, я в гонениях, я в голоде, я в нужде. И в этом, он говорит, подражайте мне. Подражайте, говорит, но я не оставлен, нас принимают за ссор, нас принимают за ничто, но мы с Богом. И он говорит, в этом подражали. И филосиникицы именно в этом подражали ему. Не в каких-то там дарованиях, не в каких-то еще великих делах, но именно они делали то, что они страдали. И написано, Бог за них вступался. И этим славилась Церковь Божия. И они возрастали в тяжелых обстоятельствах жизни, в тяжелых, как бы сказать, проблемах, когда люди сближаются друг с другом, они друг другу плечо подают, они друг за друга молятся, и это наша сила. В этом сила. Но вы знаете, есть большие церкви, много людей, кто-то упал, и никто за него не молится. И в этом написано в последнее время ослабление святых будет. Потому что каждый будет только о себе, но не думает о пользе другого. Каждый будет только заботиться о себе, даже люди с большими дарованиями. Может быть, человек имеет откровение, может, он знает Слово Божие, но он видит рядом человека с нуждой, и он не обращает на него внимания. Это и есть никакой силы, никакой чести. И очень, к сожалению, знаете, имея возможность иметь такую большую силу нашего Бога, имея Бога нашего, который сегодня было уже рассказано, что Он нам даровал, у нас будут новые тела, у нас есть уже сила Его, но мы не должны от нее отрекаться, мы должны именно поступать, как это поступали фессалоникийцы. И много-много есть очень мест, которые сегодня можно прочитать, как апостол Павел пишет именно о том, когда сила проявляется. Вот, допустим, Коринфянам, я прочитаю уже последнее, как бы, «Кто отлучит нас?» 8 глава, 35 стишок. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя умешляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас. Слава нашему Господу! Наш Бог, Он хочет проявиться тогда, мы можем показывать миру именно то, что когда мы немощны, мы сильны, когда мы в гонениях, Он с нами. И я еще раз, как уже было сегодня напомнено, я благодарю Бога, что наш народ вышел и имел примеры наших отцов. Мой папа сидел за Господа. Четыре года очень мало, но он страдал за Господа, когда имел маленьких четверых детей, и мама была одна, и нам люди, любящие Господа, одна бабушка присылала всю свою пенсию, чтобы прокормить семью моей мамы. И вы знаете, мы выжили, и мы все здоровые, нормальные люди, и Бог показал, что Он никогда нас не оставит. И я верю, что может быть скоро придут, и очень все поменяется, вдруг резко, как уже было доказано с Давидом, вдруг резко у него все поменялось. Он не думал, что все так рухнет. Он не думал, что его царство так подшатнется, что родной сын подготовил такую хитрую, хитрую вещь для него, но он знал, за что это его коснулось. Это коснулось за его собственный грех, который он совершил. Мы можем согрешать, вы знаете, но Бог, Он все равно наш Бог. Он все равно хочет вступаться за нас. И он надеялся на Бога, и Бог восстановил его царство, дорогие друзья. И я уверен, что если мы будем так внимательно читать Слово Божие, узнавать про Божию любовь, любить друг друга, чтобы наша церковь, может быть, будет небольшая, но кто-то приедет в гости и говорит, как они любят друг друга. Они общаются друг с другом, они вместе кушают, они вместе там что-то делают, они вместе церковь строят, они Богу дают десяти, но даже больше, чтобы наша церковь славилась, и люди будут ездить в другие церкви и говорят, похвалимся одной церковью небольшой, есть в Индии ноль церковь, настоящая, она растет духовно, она растет, в ней сила, слава нашему Богу.